Она показала, что в прошлом году впервые все-таки не было такой массовой вспышки, впервые, наверное, за много-много лет. И если в этом году будет та же самая история, я думаю, уже полное доказательство того, что профилактика начинает действовать, что вообще вакцинация – это дело очень серьезное. Начните с тех, кто имущ, хотя бы сотрудники администрации ваших районов, учителя, один раз привить вакцины пневмококовой абсолютно возможно. Коллеги, вот 325 на всю область в 2 миллиона – это практически отсутствие всякой работы. Мы просто не убеждаем людей, но с себя начните, сами привейтесь, полторы тысячи вакцину стоит один раз на всю жизнь. Я бы хотела узнать, вот, кто крупные города. Сейчас посмотрю. Ну, допустим, довольно крупный город Орск. 25 человек привил, да? На обратную связь, пожалуйста, Майкин и Лена Алексеевна, пожалуйста, вас хотелось бы послушать. Что мешает городу Орску привить людей, в которых есть люди, зарабатывающие деньги? Лена Алексеевна. На обратную связь. Мы пока не можем себе позволить закупить прослушившие средства, мы планировали где-то на конец сентября. Илья Алексеевна, вы хотите закупать и потом продавать, есть ли у вас на это полномочия? Вам всего лишь навсего с аптечным складом надо решить вопрос поставки и обеспечения через хозрасчетное свое отделение. Вы зачем все деньги вкладывать в то, что люди могут пить сами в аптеке в вашей? Вам надо правильно организовываться. Уже начали, мы с 12-го года объясняли, как это надо делать. Не может город Орск себе позволить 25 прививок пневмококов. Вот из ваших сотрудников сколько человек привито? Ни одного. Ни одного. Ни одного. Что это может ждать, если вы сами это не делаете? Ну в какой статии? Что это такое? Руководитель, который говорит, мои солдаты в бой не пойдут, они вот сегодня не хотят. Руководителем ставят того, который может убедить, организовать и дать результат. Это же не... Мы же себе бросим какие-то там платья шить. Мы же должны быть уверены в том, что прививка дело верное. Или мы просим всех поставить передний мост и отберить зубы. Мы же требуем то, что называется прозвольфическим направлением здравоохранения. Лена Алексеевна, это ответ руководителя. Поверьте, я в таком же состоянии, как и вы. И понимаю, что обязаны повести людей за собой. Обеспечить их прозвольфическим вот направлением. Лена Алексеевна, следующее. Будет селектор, я вас убедительно призываю проникнуться самой в необходимости прозвольфического направления приюмочной системы. И обеспечить менее хотя бы двухсот человек к вам приписанных. А приписано к вам несколько тысяч человек. Двести вы можете привить в своей поликлинике? Убедить людей? Вы только объясните. Я вам привезу пять человек, которые относятся к вашей поликлинике и все время мне звонят и спрашивают, где взять мне макоковую вакцину. Я вам это говорю абсолютно серьезно. Хорошо, давайте с них и начнем. Да с большим удовольствием. А вы можете обеспечить, что в вашей аптечной системе? Вы что вот себя так ведете? Давайте. Я вам направлю их завтра, а у вас есть вакцина. У вас есть вакцина в аптеке? На следующей неделе будет вакцина. На следующей неделе люди придут, но вы мне через месяц обязаны сделать 200 человек, а дальше пойдет уже противогриппозная. Елена Алексеевна, если руководитель не способен организовать, он не руководитель. Мы уже с вами на эту тему говорили. Будем организовывать. Коллеги, вот этот призыв касается...